А у нас продолжается утро на Болткоме, оно очень сегодня получилось таким прям культурным, потому что у нас будет еще разговор о живописи впереди, а пока мы поговорим о театре «Общество свободных актеров». Актриса Светлана Столярова у нас в студии. Доброе утро. Всем доброго и хорошего утра. Ну что, я хотел начать с театра, тут я понимаю, что надо все-таки похвастать вот этими интересными новостями из жизни. И вот Светлана рассказала, что снимался с Меншиковым чуть ли не в роли его жен... Ну, что я рассказываю-то тут? Кто из нас тут пришел делиться новостями? Да, на самом деле, прошлым летом были съемки сериала «Ваша честь», который сейчас как раз вышел уже в эфиры. Не знаю, у нас в Латвии транслируют или нет, честно говоря, но вот снималась, да, с Меншиковым, и играла его жену, из-за которой, на самом деле, все и происходит, и раскручивается, и такая произошла трагедия. Пока вот мы спойлеры не будем, но тем не менее... Да, вот, поэтому это все раскрывается. Довольно очень было интересно, поскольку сейчас сериалы снимают довольно быстро, шустро, динамично, да, а именно этот сериал, он снимался так фундаментально, то есть выстраивался прям каждый кадр, прям каждый свет, сидели действительно думали над этим... А ведь Меншиковый очень дорогой актер, я слышал, что там один, там прямо съемочный день Меншикова стоит безумных денег, то есть вот как... здесь вроде бы как раз наоборот надо снимать быстро и шустро, чтобы, не дай бог, там лишний... лишний час в эфире... Ну, там тоже это все, наверное, просчитывалось, я к этому не лезу, вот, поэтому... Да, было такое. Но самая моя большая роль в этом году, это, конечно, я снималась в «Солнечном ливне», это сериал на Украине снимался, меня пригласили, и это вот сразу после зимы. Меня очень хорошо принимали, была прекрасная собранная команда. О чем сериал? Ну, это такая мелодрама. Вот там снимали быстро, шустро, динамично, очень, вот, прям, как я смеялась, либо я целуюсь, либо я плачу. А сколько вообще актеров было в этом? В основном были украинские актеры или... Вот я была главной героиней, меня привезли с Латвии, а главного актера привезли с Москвы, который, вот, играл моего возлюбленного нынешнего, потому что с мужем у нее очень большие проблемы, вот. А все остальные, да, украинские, но русскоговорящие. А как вообще вот происходят съемки, действительно, вот этих сериалов шустро и быстро, и долго, и качественно? То есть вот в чем, какие различия в этих подходах, и насколько удается вот выдерживать такой темп, если надо сдавать там определенное количество сцен по графику? Действительно, было очень трудно работать в таком режиме, но не в плане того, что, прям, как это сказать, какие были трудности, да, что у тебя не было времени на подумать, то есть думать ты должен был заранее. А вот когда снимаются фундаментально так, да, ты можешь подумать, тебе могут дать время, чтобы выйти там поплакать, действительно, да, какие-то словить моменты. А там не получилось, ну, все, это потом, как бы, ты будешь краснеть сам, твоя вина. Потому что я вот буквально недавно читал о том, как, ну, когда снимали «Таксиста», там же у Роберт Де Ниро, у него знаменитый монолог «Перед зеркалом», это была его импровизация. И вот что вот говорили, что именно тогда вот режиссер Мартин Скорцезе, но тот вдруг начал импровизировать, и Мартин Скорцезе говорит «Стоп, стоп, стоп, давайте вот сейчас вот мы вот попробуем дожать эту сцену, вот попробуй еще придумать». Ну, то есть вот это был как раз тот случай, когда вот он сказал «Все подождет, вот следующая сцена подождет, мы должны сделать вот эту сцену на ура». И это вот, в самом деле, сцена попала в там, ну, когда он там «Ты со мной разговариваешь, да, ты со мной разговариваешь», то есть стоит перед зеркалом. И вот это… Ну, вот это счастье, когда актеру дают такую возможность, не всегда это… Попробовать разные варианты, попробовать вот поимпровизировать. Ну, сейчас очень в основном все строго. То есть стоит человек, и если ты даже буковку «А», «А я имел в виду» и сказал «Но я имел в виду», могут прямо остановить, сказать «Извините, у нас прямо тут «А» написано, вы не сказали», да. И вот, ну, очень четко, и, конечно, актер ставится в такие рамки, бывают часто, что ты не можешь ни шаг вправо, ни шаг влево, и ты должен вот в этом узком кругу, да, еще вот найти и умение вот это приспособиться и что-то сделать еще от себя интересно, несмотря на то, что ты поставил на такие рамки, да, это вот в этом немножко, наверное, есть… Когда ты приобретаешь опыт и сталкиваешься с этим, ты через время начинаешь к этому привыкать и думаешь «О, ну хорошо, ладно», и ты уже знаешь, к чему ты как бы идешь. – Но тут нет такого, что действительно актера загоняют, вот, ну, то есть он себя чувствует полностью инструментом в руках режиссера и не может сам, ну, проявить инициативу, что-то вот подсказать. – А режиссер тоже не рад этому всему, режиссер тоже загнут в рамки, тоже точно так же, как и актер, то есть у него тоже есть очень много «но», в которые он просто не может, и некоторые режиссеры прямо так и говорят, «Светлана, давай…» Ну, не в этом фильме, вот, к сожалению. То есть, когда спрашиваешь, а можно, может быть, здесь вот так, это он говорит, нет, у нас рамки определенные, четкие, а некоторые, которые вот имеют возможности, могут себе позволить вот так вот подумать над кадром, как, что, как лучше, и действительно не загнаны в эти какие-то рамки, тогда получается такое совместное творчество получается уже, ты придумываешь, и это ближе вот к театру, когда ты репетируешь, что-то находишь, и ты полон свободы, вот. Но я не скажу, что, кстати, потом результат того и того может прям сильно отличаться, может нет, может действительно люди, которые замкнуты в рамке, действительно получится намного лучше, чем ты там импримизировал, поэтому раз на раз не приходится. Но, конечно, хочется, чтобы актеру давали волю, давали возможность как-то раскрыться, но это очень дорого стоит, и поэтому актер должен уже прийти полностью подготовленным, да, не говоря про текст, а именно даже уже прочитав все ремарки, и что это очень важно, вот мы снимали на Украине как раз, и режиссер прям, ему очень не нравилось то, что прям они требовали, чтобы прям снимали ремарки. Вот, допустим, да, мой персонаж звали Марта, и Марта говорит там, нет, уйди отсюда, и после этого она выпивает стакан воды. Я не могла выпить стакан воды и сказать, уйди отсюда, я должна была выпить именно стакан воды после того, как я сказала, уйди отсюда. Вот прям вот настолько. И это, конечно, все изучить, это все оборганичить, да, и сделать это возможным для хорошего восприятия зрителя, это, конечно, надо подумать об этом заранее. Ну ведь интересно, вот я сейчас себя поймал на мысли, что в театре все наоборот, в театре есть возможность работать над ролью. Вот где-то я читал, что великая Фаина Раневская, вот там какой-то театральный критик, он говорил, что вот ее одна работа в театре, вот он смотрел ее на протяжении многих лет, он замечал, как она дорабатывает эту роль, что вот у нее появляются какие-то, вот здесь что-то она поменяла, здесь что-то добавила, вот и вот все более и более глубокое, психологическое. Вот в театре есть же возможность вот все время ее как-то вот пополнять. Действительно, вот у нас есть спектакль, например, «Варшавская мелодия», который уже идет много-много лет на нашей сцене. С Юрингом, Луна, когда там. Да, Тест Тюринга, который тоже уже из речков спектакля «С любимыми не расставайтесь». И к чему я хочу это сказать, что вот я играю в этом главной роли, и я заметила, что вот за пять лет, конечно, я сама подросла, как бы возраст, да, никуда от этого не денешься, но мы стали играть немножко по-другому. Может быть, где-то глубже, а где-то, наоборот, легче. Что-то более такое, появились где-то философские, да, где раньше это не было. Что-то мы, я новое открываю, о, а здесь так. Это уже я смотрю с позиции сейчас времени, своего возраста, да. И, конечно, каждый раз спектакль, он идет по-другому. Именно от твоего внутреннего, как бы, восприятия мира на сегодняшний день. Это я к тому, что, возможно, те, кто посмотрел Тест Тюринга или, например, «Варшавскую мелодию» вот пять лет назад, не грех сходить и посмотреть еще раз, сравнить и увидеть, может быть, какие-то новые нюансы открыть. Да, конечно. Да даже человек, который вот приходил, допустим, к нам на «Варшавскую мелодию» в течение года несколько раз, два-три, он говорит, ой, а я вот этого нюанса совсем не замечал. А я и не... А, вот до меня только сейчас дошло, что вот это было. Ну, то есть люди открывают в любом случае себе новые-новые какие-то горизонты и обширнее смотрят на спектакль. А тем более, если четыре года назад приходили, конечно, приходите сейчас. Я думаю, что вы получите не меньше удовольствия, чем в прошлый раз. А не только же я понимаю, что идут эти спектакли «Ветераны», которые по пять лет, но и что-то новое. Ведь появляются премьеры, и сейчас как раз вот из-за... Ну, долгий был период ковида, когда все были поставлены на паузу проекты, а сейчас я понимаю, что посыпались прямо премьеры, поскольку, ну, наконец-то можно, наконец-то можно снять маски, можно вернуться к нормальной жизни. А-а-а, да, вот в эту субботу у нас состоялась премьера, причем, как интересно, первая часть премьеры, потому что этот спектакль задумывался в двух актах, и мы показали сейчас только первый акт, а осенью планируется показать второй акт. Это по пьесе «Тенниса Уильямса». Сейчас я скажу название, поскольку я в ней не участвую, сейчас... Степлянные звери? Нет, 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 нет. Ничто невысказанное. А, угу. «Теннис и Уильямс» – ничто невысказанное. Там участвуют два человека, две женщины, и тоже такой интересный был опыт. Эти женщины, они не совсем в трупе нашего театра. Они занимались у Янсена, и я так понимаю, что они пришли, я не знаю точно всех нюансов, но они пришли и сказали, вот мы репетировали такую пьесу, сами они репетировали или с ним репетировали, точно не буду врать, не знаю, но, в общем, наш художественный руководитель Игорь Игоревич Куликов решил довести до ума эту пьесу, и вот сделал с ними первый акт. И в субботу, выходя из зрительного зала, зрители были в восторге, сказали, что прекрасная игра, прекрасная пьеса, вот, и ждём второго акта. Это вот в эту субботу была премьера. Вчера была премьера, в воскресенье, поскольку я ещё являюсь руководителем детской театральной студии, у нас выпускалась вчера младшая группа, это мы играли пьесу «Перелёт». Она была такая музыкальная, танцевальная, вокальная. Надеюсь, что осенью мы тоже будем её играть несколько раз, мы её немножко приведём в порядок, ещё что-то доработаем. В четверг у нас состоится спектакль для всей семьи и малышей. Это «Алиса в стране чудес», тоже театральная студия, но она уже, группа идёт постарше, да, уже там 14 лет дети играют, и там будет прям спектакль, я думаю, что будет интересно и взрослым, и детям. Поэтому приглашаю все, приходите в 5 часов вечера. Если у кого есть дети, берите, или сами желаете посмотреть. Если кто хочет отдать детей в театральную студию и подумывает об этом, это хорошая возможность прийти, посмотреть работу, прийти, посмотреть детей, которые там занимаются, да, ознакомиться с театром, и, может быть, потом в будущем родитель захочет привезти к нам ребёнка. А в каком возрасте? У нас разные группы, вот, может быть, в следующем году сделаем ещё одну возрастную категорию, но уже будем смотреть в сентябре, как у нас и что будет всё. Вот, потом мы играем в субботу-воскресенье «Капустник закрытия сезона», наш любимый, наш любимый «Капустник закрытия сезона», вот, где будут разные-разные весёлые номера, музыкальные, танцевальные, и зритель, я надеюсь, посмеётся от души. А вот после этого, что нам совершенно не характерно, мы в 20-х числах сыграем уже премьеру «Воскресенье» по Льву Николаевичу Толстому. Огромный-огромный роман, мы его очень долго репетируем. Какой? «Воскресенье». А, «Воскресенье». Так называется, «Воскресенье». Уже все путают, да. Мы так говорим, «Воскресенье». «В воскресенье» или «В воскресенье» будет репетицией. Мы уже сами немножко начинаем путать. Ну, а «Репетиции» по «Воскресеньям» делать, чтобы никто не запутался. «Воскресенье» в воскресенье. Вот. Он очень огромный роман, и мы его должны были выпустить чуть ли не месяц назад, но поскольку он у нас получился, мы его репетировали, 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 и он получился у нас пятичасовой, мы поняли, что, ну, нет, мы не можем себе... И вот мы сейчас пытаемся немножечко где-то что-то подправить, ужать, что-то скомпоновать, чтобы, конечно, так долго зрителей не мучить. Ну, я надеюсь, что не будет там что-то. «А, вы ускорили, как на промотке». Нет, 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 нет. Ускоренно никто, конечно, торопиться не будет, но будет такая большая работа, потому что участвует вся-вся-вся труппа почти. Но, с другой стороны, может, и стоило бы пять часов. Говорят, что есть какие-то постановки, которые идут там чуть ли не сутки, там приходят зрители уже, значит, готовые, чтобы можно было где-то поспать подремонтировать. Ну, здесь, в общем, есть какие-то экспериментальные такие, театральные. Это, наверное, скорее Евгения Шерменева, и у нее вот она, по-моему, рассказывала про такой проект, она смотрела где-то в Европе, там под сутки шел спектакль, и говорили, что там вот прямо рассчитано, что и поесть, и поспать, и сходить, простите, вот до ветра. И все это приходится делать и зрителям, и актерам. Да, бывают и такие спектакли, а бывают и которые по 20 минут, там человек просто бежит, бежит, я видела, ну, ходила на спектакль, такой очень интересный был мой опыт, он бежит, 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 15 минут на месте бежит, 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 потом открывается шлагбаум, закрывается, и спектакль заканчивается. Так вот. Да. В общем. Это было очень интересно, я думала, ну, так, 5 минут бежит, 10 минут, 15 минут бежит. Мы, кстати, проскочили вот очень важную мысль, я просто подумал, что насчет детской студии, ведь наверняка это не только возможность попробовать детям себя в актерстве, попробовать себя в актерской профессии, но ведь это может пригодиться и в жизни, просто как опыт социализации, опыт какого-то совместного действия, опыт, может быть, примерки на себя каких-то образов, это как выступление публично, снять стрессы, барьеры. Безусловно, некоторые дети, но их малый процент действительно, которые приходят и хотят сами что-то делать, им нравится театральная студия, они хотят выступать, в большинстве случаев родители изначально приводят детей для того, чтобы, если он стесняется, чтобы он как-то раскрылся, если он не очень умеет общаться с другими детьми, да, вот познакомиться, вот как вот первый раз видишь человека, да, и, ну, ты просто молчишь и не знаешь, о чем разговаривать и как к нему подойти, ну и так далее, и приводят многие как бы с такими, ну, назовем так, ну, это не проблемы, конечно, но я их назову так, да, с такими какими-то, ну, проблемами, да, ну, хотя это я не считаю, что это проблемы, просто сейчас не знаю, как назвать. Вот, и, конечно, театральная студия очень помогает в этом плане раскрыться, да, во-первых, социализироваться, во-вторых, научиться работать в команде, потому что это очень важно, и если нет команды, спектакль не может состояться, научиться ладить с друг другом, дети все разные, характеры разные, они конфликтуют, да, они не идут на уступки, а я учусь, что надо бы слушать и одно мнение, и второе, да, и как-то научиться, потому что они же потом вырастут, они будут работать, да, там, кто-то в офисе, кто-то начальником, кто-то, ну, кто где, в любом случае социализация, это необходимо. Некоторых, ну, у каждого свои комплексы, у взрослого, я уверяю вас, не меньше комплексов, чем у детей, да, просто когда родители это замечают и есть это в малом возрасте, это легче поправить, а потом, когда человек становится взрослым, да, это труднее, у него все накапливается, накапливается, накапливается. И вот, допустим, у младшей группы вчера был спектакль, прям спектакль, прям он шел 55 минут, это вот дети возрастом от 8 до 10 лет, вроде как они такие немаленькие, да, но еще и не слишком большие, но ребенку доверить за кулисами 5 или 6 раз разными переодеться самостоятельно, чтобы он не потерял свою шапку, чтобы он не потерял свой передник, чтобы он не потерял свои кроссовки, чтобы он сложил это там, где это будет лежать, потому что он там это должен взять, это тоже такая дисциплина, которая потом, конечно, в жизни, дома, в семье, не знаю, да, это все, казалось бы, просто переодеться за кулисами. Но он должен сам нести ответственность за то, что он как бы это принес, он это положил, и он это унесет, потому что в следующий раз ему тоже надо это принести, как бы, да, и положить на это же место. И я это не делаю, ну, некоторые педагоги сами раскладывают, я это не делаю. Вот это твое, ты за это отвечаешь, я потерял, молодец. Ответственность. Ответственность. В последующий раз будем думать. Я многим родителям говорю, ну, говорит, ну, ей же всего 9 лет, я говорю, нет, ей уже 9 лет, или ему 9 лет, поэтому я довольно, конечно, такой строгий в этом плане педагог, очень требовательный, вот, и у меня есть случай, когда вот девочка, например, пришла, да, у нас в театральную студию, и она тоже была замкнута, она так, ну, у нее там были в семье проблемы еще, и она пришла, я очень рада, что она пришла, очень хорошая девочка, И потом, через полгода, она вообще ни с кем не разговаривала, но она играет спектакль, она играла попугая, и она орала на сцене, она возмущалась, она это, родители смотрят, говорят, боже, это мой ребенок, он способен вообще кричать, он способен так действовать, говорят, боже, какая прелесть. — Я тоже выступлю в роли строгого педагога, потому что у нас, ну, к сожалению, время... — Все? — Вот все, 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 я дам, но я думаю, что стоит продолжить еще, потому что Светлана Столярова в детской студии может разговаривать, я чувствую, часами. — И о театре. — И о театре. Спасибо большое, театр ОСА, Общество Свободных Актеров, узнавайте больше, приходите, посещайте спектакли, до встречи. — Пока. Радио Болткома Радио Болткома